Ну, у человека и стремление выделиться к нему, наверное, приходят в возрасте, там, в школе, там, наверное, или еще чуть-чуть попозже. То есть у меня к тому времени уже, наверное, такой необходимости, как бы, желания острого выделиться не было, вот, но общая обстановка привлекала, интересно было. Просто уже посмотреть на концерт, просто прийти на него. Я много ходил на концерты, то есть даже как таковой музыкой не занимался, но концерты очень активно ходил. И познакомился там с людьми, которых, естественно, в 80-х я не знал, они еще под стол ходили, вот, и нашел много общего, вот. Но я и впоследствии находил вообще язык с людьми, которые там уже в нулевых, там, слушали, то есть никаких проблем никогда не возникало. Насчет желания выделиться, ну, оно уже у многих есть, наверное, связанных с неформальной культурой. Вот, они все пытаются выделиться, но зачастую это получается та же униформа, как правило, они все равно загоняют себе в какие-то рамки, вот. И сейчас, мне кажется, уже выпендрешь такой вот, он вообще уже не воспринимается о современной молодежи, вот, у них совершенно все по-другому. Они наоборот стараются постандартнее одеться, а он уже другой стил. А тогда да, тогда да, было, и у меня, конечно, было такое желание чуть-чуть пораньше, но было. С 80-х годов, когда стал слушать современную музыку, вот, и запал, ну, конечно, слушал все подряд в 80-х годах. Ска, там еще, вот, панк-рук, конечно, полюбил. Ну, и тогда это было, в общем, оригинально. Ну, особой популярности не пользовался. На толкучке за диски с сопливыми юнцами, с булавками давали, дай бог, 15-20 рублей. Оценились, типа, типа, пол, там, Бэтзеппелин, пузатые дядьки с флейтами, с гитарами, там, обязательно, там, вот так вот. А такого говна, конечно, никто и не покупал, там, больше было, конечно, в моде, там, новая волна, там, вот, это модно было, вот. А рассвет панк-рока, он в России наступил, наверное, с самого конца 80-х и с 90-х годов, когда на концерты стали приходить не только студенты и естествующие персонажи, типа, хирурга, там, или, там, каких-то художников, а стал приходить молодежь, вот, в нашивках, там, там, не знаю, КРАС, там, гражданская оборона. И тогда же концерты стали проходить, группы, та же гражданка, или сектор газа собирали стадионы. Сейчас, мне кажется, такого нет. Ну, ну, играют какие-то группы, там, вот, там, но это все не то. Вот, поэтому в 90-х был взрыв, он совпал с общим положением страны, вот, и то, что молодежь, там, допернула, наконец. Вот, им стало это интересно, и на группу Чудо-Юдо стали ходить, вот, постоянно шикарные концерты проходили. Коля рок-н-ролл, там, выступал, я помню, на Бережковской, там, соломенные еноты, Коля рок-н-ролл, Чудо-Юдо, какие-то столы летали, стулья по залу, ничего, так интересно было. Вот, день рождения Джона Нейроттана был концерт, в 94-м году, там, я группа «Интимная близость», там, много было интересных концертов, и как-то вот это время, какое-то серое, грязное, вот, оно запомнилось с расцветом панк-рока, именно, не более того. Так, там, ничего хорошего нельзя вспомнить о том времени, то есть голодные все, и, там, вот, люди выживали бы. Но концерты проходили, они были очень интересные, настоящие, по-моему, концерты были. Вот, а к концу десятилетия появились, там, уже, ну, они раньше появились, Пурген, и уже ближе к, там, нулевых уже пошли концерты Пурген в эстакаде, совершенно сумасшедшие, причем, группа, как бы, ну, она такая, ну, позитивные ценности пыталась продвинуть в их понятии, а слушатели, я помню, переворачивали автобусы после концерта, такое восприятие их музыки было довольно странное, там, какой-то беспредел творился на этих концертах, просто люди выходили, там, что-то непонятное творилось бы, драки какие-то, еще что-то, вот, это тоже запомнилось, да, сейчас уже нет такого, к сожалению, может быть, я просто не вижу, и есть хорошие группы, но я прихожу, там, человек 10, да, на концерте, ну, так, послушаю, да, у кого-то, там, интересно, там, янтарный копрофил какой-нибудь, еще что-нибудь. Групп Чудо Юда я пришел из-за приятельских отношений, потому что я клавишник, я в основном занимался 80-х электронной музыкой, вот, стыкался, ну, там, Space, еще что-то, вот, вот, и, но Групп Чудо Юда больше интересовал гитарной, там, барабанной, значит, я пытался, там, на барабанах занимался одно время, что-то там пытался тоже, там, сыграть, вот, но, как бы, у меня, ну, так, не очень хорошо играл, примитивно, было, там, много своих дел, а в 90-е, как бы, я стал больше рок слушать, вот, больше тяжесть, такую, наверное, может быть, повлияла атмосфера, вот, который так, и я стал плотнее с моими приятелями сотрудничать, и уже года с 97-го я постоянно играю в группе Чудо Юда, вот, там, делаю, там, что надо, там, вот, сначала, что-то барабанами занимался, программированием, вот, потом, как бы, петь пришлось, вот так. Ну, и привлекаем, как бы, людей, которые ему это интересно. В основном вдвоем, потому что Сережа, он сольные альбомы пишет, вот, активно, причем, а на выступление пока, вот, он не соглашается, вот, но я думаю, что я рано или поздно его уговорю, потому что деваться ему, наверное, будет некуда, обязательно выступим, вот. Другое дело, какой резонанс это, чтобы это не было каким-то старперством, хочется, чтобы это, как-то там было все-таки интересно, а не то, что там собрались какие-то выпитые, обколотые, старые, чтобы этого не было. Как таковых концертов НБП не проводило, таких серьезных, на мой взгляд. Были в помещении бункера, где я живу неподалеку, значит, выступали группы, вот, и как-то что-то там не складывалось, и маленькое помещение, вот, мы уже тогда задумывались, чтобы делать шоу, вот, а выступать на маленькой сцене, особенно у нас колбасилось Чек-10 в начале 2000-х, тот же Михалыч, вот, и чего-то там, не знаю, как-то не собрался, а потом бункер же его прикрыли, вот, и, как бы, и возможностей таких не стало бы. Вот, поэтому, как бы, знак того, что я хотел доиграть то, что не доиграли тогда, вот, я договорился насчет этого концерта субботнего, было достаточно весело, и мне показалось, что все восприняли адекватно. Очень приятно было увидеть этих людей. Ни разу, никогда не было у меня с ними каких-то терок нехороших, неприятных, одни только хорошие впечатлениями, воспоминаниями. В политических взглядах, разногласиях я не копался никогда. Для меня было достаточно, что эти люди являются порядочными. И я с удовольствием вспоминаю время, особенно второй состав, которые, люди, которые стали приходить в 97-м, 98-м году, потому что до этого времени это была какая-то игрушка для снобов, там собирались, там, студенты в очках под Лимонова какие-то, там, ну, не мажора, не мажора, там, сложного. Они что-то крысились всегда, когда я приходил бы, хотя я как-то, там, не выделялся никакими ракезами, вот. Потом я стал приходить в костюме, потому что я работал и с работы прям приезжал. Им тоже это стало, как человек в костюме сюда пришел, вот. А потом появились замечательные такие люди, как Михалыч, там, вот, Уоллс, Тишин, вот. И как-то с ними у меня никогда не было никаких разногласий политических, вот. Ну и можно, конечно, большое уважение я к вождю всегда питал, потому что он, в моем понимании, он честный человек. Ну, есть политизированные группы, а вообще у человека уже и левая рука, и правая. Как можно представить человека, вот, без одной руки? Если он с одной рукой, значит, что-то у него там не так, вот. Почему он все делает левой рукой или правой? Ну, есть такое дело. Если человек притяжется правой в взглядах, вот, ну, надо ему объяснять, вот, что он заблуждается, что... Ну, обычно это на каком-то бодляческом уровне, типа, понаехали тут, вот. Ну, если человек не жлоб, не сосет кровь у других людей, он поймет всю животворящую силу идей социализма, и не будет так все примитивно проходить, потому что виноват не тот, кто понаехал, а чиновник, который дал ему разрешение, капиталист, который зарабатывает деньги на дешевые рабочие силы, вот. И, как бы, ну, обычно это просто обывательские заблуждения, вот. И если это действительно человек убежденный, если он что-то там читает, это другой вопрос, вот. А все это как-то происходит на уровне каком-то, на народном, вот. Ну, в таком случае, вот, ну, всегда надо объяснять, всегда надо говорить, вот, что нельзя все делать только правой рукой или левой, вот. Разумно, чтобы это к кому-то подход был, вот. И политические лозунги, они не должны быть там как-то все дешевые. Это очень сложно написать песню политическую и одновременно, чтобы она затрагивала какие-то вопросы, не просто на злобу дня, там, что-то, еще что-то, вот. Но, чтобы это было хитом, наверное, вот. Просто вот я бы за эту тему, ну, не брался, вот. Получится как ходульно, там, не хочется этого, вот. Вот, а вот такие взгляды есть, конечно. Ну, я нормально отношусь, без раздражения, там, и насчет, там, тыкать, там, что ты там делаешь, ну, вот. Надо всегда объяснять, и если человек не эксплуататор, он все поймет. Ну, это же панк, это же не академия изящных искусств, это не новая волна, где, там, интеллигенты очкарики играют, там, вот. А браганты такие приходили на концерты, естественно, вот. Вот, ну, я помню, был концерт Коррозии Металла, вот, где он одно время панк-революции какие-то устраивал, там, что-то заигрывал с панком, вот. А на концертах охрану устраивал из лысых. Ну, додуматься же надо же, вот. И охрана сама провоцировала драки и била так называемых абраганов, а на самом деле просто пьяных, которые были на концертах. Ну, человек выпил там на концерте, расслабился, ничего не надо из этого устраивать побоищу. Я даже, значит, сделал замечание лысому. Я, он что-то дико обиделся, вот, они собрались меня бить, вот. Потом, значит, подошел их главный, лысый, он был что-то в галстуке, в белой рубашке такой уже, такой эстетский, вот, скинхед. Вот, и почему-то просто стал извиняться, сказал, что вот этот его охранник, он, типа, ему скоро в армии, еще чего-то. И он вообще нервный, вот, в таком духе, вот. И я сказал, ну, так нехорошо. Потому что концерт – это не концлагерь, вот, и такие действия неприемлемы по отношению к пьянам. Можно вывести, но всегда вот эти конфликты мне никогда не нравились. Вот, а обычно клуб еще штрафует музыкантов, если там происходят вот такие вещи, вот. И я стараюсь этого избегать, чтобы этого не было. Те, кто слушает панк-круг, они как бы что-то заставило его слушать. Почему-то они это пришли, ну, вот. И я особой разницы не вижу. В целом, наверное, просто такого интереса нет. Как в 90-е, там можно было очень много панков встретить, и там ходили люди в черном. Это было как униформы, там, не только в Москве, но и там в каких-то пырлых, как то же самое все творилось. А сейчас, там, просто молодежь другие, немножко, может, интерес. Вот, наверное, у детей, там, они другое что-то слушают. Вот, это не значит, что они не знают этого. Ну, мне кажется, что они это воспринимают отстраненно, вот это все там. Вот. Вот, по дому валялись кассеты гражданско-оборонных, визабеи, там еще что-то. Ну, и они, конечно, все это прослушали. Но мне не кажется, что это как-то сильно их потрясло. Вот. Вот, если бы я такой прослушал в их возрасте, для меня бы это было, наверное, откровением, наверное, вот так вот. В детстве я не слышал такого количества рок-музыки, и там, я слышал из каждого приемника, там, миллионы алых роз, вот. А в окно видел миллион пьяных роз, вот. И, соответственно, вот этот когнитивный диссонанс, да, как он называется, так что ли, вот он возникал. А у них, наверное, просто этого нет, и для них это просто как фон, так, как, я не знаю, как рок-н-ролл какой-нибудь, 50-х годов, вот, воспринимается, то есть это все спокойненько. А мне казалось, да, вот это то, что надо, вот это правда жизни, там, это про меня, вот так вот, наверное. Ну, да, в принципе, так. Мне кажется, в 90-х уже не было проблем с внешним видео, полиция вообще не интересовалась этими делами, вот. Вот, в 80-х, где-то, может быть, до 87-го года могли на улице забрать за какой-то недостойный советского гражданина вид, вот. Ну, а потом уже они просто потеряли к этому интерес, или не было приказа забирать таких людей. Интерес у органов внутренних дел, в общем-то, был потерян. Они так могли еще интересоваться, если там какие-то политические темы, и сейчас интересуются, вот. А что касается того, чтобы они там, как в лаборатории, там, вот, контролировать что-то, этого уже нет. Ну, просто им неинтересно, наверное, это все. Мне кажется, возвращение 90-е, особенно, ну, я надеюсь, что они еще, там, на другом этапе что-то вернется, там, концерты, там, молодежь будет интересно ходить, там, много панков, там. А сами, ну, там было некоторое такое чувство скорого освобождения, наверное, у меня такое было, что что-то изменится, может быть, что-то там, что-то такое ведет, вот, к середине. Ну, а потом это все чувство затухло, и, возможно, это было связано как-то с какой-то потребностью, наверное, внутренней, а не то, что там, потому что в то же время люди делали деньги, создавали огромное состояние, там, кто-то там бандитствовал, там, кто-то еще и там чего-то, вот, то, что видим итог сейчас, в наше время, к чему они пришли, вот. Ну, то есть я это все замечал, но это ушло мимо меня. Вот такого-то не хочется, вот именно, вот этого не хочется, а хочется именно то впечатление, которое я вынес с этих концертов и от тех людей, которых я встречал на этих концертах. Это хочется. Но я думал, что это все повторится.